Стартовавшие восьмые армейские международные игры в этом году уже проходят на территории 12 государств. В них участвует 260 команд из 37 стран мира. Наши военнослужащие принимают участие в 20 конкурсах из 34. И уже с самого начала проведения конкурсов показывают неплохие результаты и устанавливают первые рекорды. С места событий репортаж Лолы Ракаевой. Считанные минуты перед началом официальной церемонии открытия армейского конкурса «Верный друг» в центре подготовки специалистов и служебных собак Министерства обороны. Команды в сборе звучат торжественные аккорды. В этом году в соревновании участвуют мужские и женские команды из четырех стран. И каждый из участников абсолютно уверен в своих возможностях и в том, что «Верный друг» не подведет. Мы очень долго к этому шли, готовились. Я уверена, что у нас все получится. Настрой боевой. Готовились серьезно, долго. Поэтому думаем, что выступим на высоте. Не менее тщательную и огромную работу проделали организаторы, чтобы место проведения конкурса соответствовало всем требованиям и стандартам. Кинологический центр, а также учебно-материальная база, Министерство обороны Республики Узбекистан полностью подготовлены к проведению конкурса и соответствуют всем современным требованиям. Были созданы идеальные условия. Шесть этапов. Препятствия легкими не будут. Справляться с задачами придется не только военнослужащим, но и их служебным собакам. Локации разные, время одинаковое. В городе Коканди, в Верганской области, стартует конкурс «Дорожный патруль». На базе Черчикского высшего танкового командно-инженерного училища проходит торжественная церемония открытия конкурса «Верный друг». Если Черчик блеснул не только салютом, но и праздничной концертной программой. Организация на высшем уровне. То организаторы церемонии открытия соревнования «Дорожный патруль» в Верганской области удивили не меньше. Вот так, по минутно продуманный сценарий, впечатлил. Что выглядело более эффектным? Прыгающие с парашютом десантники с флагами стран-участниц как раз в момент выноса знамени на плацу или же показательные выступления военных инспекторов с элементами дрифта? Скорее и то, и другое. Концертная программа и пожелания победы и удачи на каждом этапе соревнования, состязаться в котором придется на крутых диражах.